Более 27 миллионов рублей будет потрачено на приобретение путевок для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Летом 2019 года власти Ненецкого округа планируют оздоровить на курортах 220 человек. Именно столько путевок закуплено для нуждающихся детей и семей региона. Речь об этом шла на межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей, прошедшей в окружной администрации. Право на получение путевки будет предоставлено родителям детей в возрасте от 7 до 16 лет и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении. При этом доход на одного человека в семье не должен превышать 20 297 рублей в месяц. Заявки на путевки также могут подавать и законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выделенных денег хватит на организацию выезда 220 детей, 20 сопровождающих. Мы хотим, чтобы все-таки больше было детей из села, поэтому основной упор сегодня делаем на работу сельскими советами. Хотя понимаем, что это даст какие-то определенные трудности с тем, чтобы их привезти сюда в город для последующей отправки на отдых. Так, в прошлом году таким правом на льготный отдых воспользовались порядка 60% жителей города и только 40% сельчан. Заявки принимаются до 1 апреля этого года, а для тех детей и подростков, которые планируют провести каникулы дома на территории региона, будут организованы площадки. Всего таким образом планируется привлечь 1755 детей, 610 из них – жители села. В бюджете на эти цели запланировано 18,8 миллионов рублей. Кроме привычного досуга будут организованы и тематические площадки, например, для спортсменов, музыкантов, художников. Также площадки с трудовым уклоном. Первую часть дня дети будут заняты работой по благоустройству, то есть мы сохраняем тот положительный опыт, который у нас с вами начат, и дальше они будут работать на благоустройство. Здесь как раз планируется привлечь подростков. Отдельное внимание во время организации летнего досуга планируется уделить подросткам, состоящим на учете в полиции. В этой категории числятся 99 детей. Все мы с вами прекрасно понимаем, чем мы больше охватим детей, состоящих на профилактическом учете, тем спокойнее всем нам будет работать. Потому что по статистике, которую я довожу всегда на всех комиссиях, основная доля преступлений совершается именно в свободное от учебы и работы, скажем так, взрослых детей время. Сейчас сотрудниками по делам несовершеннолетних ведется работа с профильными лагерями за пределами округа, чтобы они могли принять детей, нуждающихся в профилактическом отдыхе из Ненинского округа. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал Север.